итак дорогие друзья курс 38 по киви мы с вами рассмотрим как значит использовать виджет от виджет стандартный с документации для добавления виджета опять же так как это обзор то все я рассказал в курсе дал два очень подробных объяснения мы с вами написали код вот обратите внимание сам код есть и в курсе значит я вас попрошу выполняет домашнее задание понять принцип так как класс между собой связаны то есть обязательно себе проговорить как это происходит я вам показал принцип и таким образом можно добавлять абсолютно любой виджет в итоге у нас получится что мы сможем добавлять виджеты но опять же здесь многое зависит на на координатах на определение кто является родителем все это мы разобрали для тех людей которые первый раз смотрят вообще данное видео это подробно объяснение киви здесь все по шагам вообще я рекомендую проход пройти одни и те же уроки три-четыре раза потому что киви прост но его как джанга он имеет специфику свой язык что очень удобно именно язык рисования использование кода python использование очень хорошо надо разобраться здесь в макетах например последние курсы мы работаем с относительным макетом здесь все взаимосвязано поэтому конечно же лучше пройти уроки несколько раз тем более мы здесь идем от азов и усложняем усложняем но идем маленькими шишками подробно все разбирая значит сайт вот такой python android spb-tut.ru если шло сложно его набрать то легко набрать spb-tut.ru познакомитесь со школой вообще нажимаем кнопку еще и находим python for android переходим на сайт и работаем киви очень классный движок очень быстрый на нем можно рисовать все и делать вообще все что угодно в общем вам это дело понравится и кстати у киви компиляция значит файлов она полностью автоматическая и ребята работают с библиотекой с огромной скоростью то есть библиотека ускоряется ускоряется вообще за этой библиотекой я наблюдаю уже несколько лет еще когда в 2000 двенадцатом году основатель языка выступил с просьбой помощи к сообществу этой библиотеки она вообще пошла быстро вверх было переписано нутро практически все на оси для нас осталось python но библиотека постоянно добавляются новые элементы и она проста в чем просто да надо подобраться к ее специфики что мы и делаем надо разбираться в документации потому что документация а она то подробная но описано своеобразным языком то есть очень таким скупым поэтому вот неудивительно например в прошлом уроке в принципе там 10 строчек кода казалось бы что это там такое но я нашел целых 40 минут нужным да то есть давать объяснение этим десяти строчкам кода чтобы каждый мог понять и действительно писать на киви потому что написать просто код и коротко пояснить это вот это вот это то вы знаете этого мало поэтому видите как как видите почему такие подробные курсы потому что грубо говоря эти 10 строчек кода разъяснял 40 минут если бы это писать книги то вы знаете трехтомников не хватило но тем не менее я решил что буду делать так и разъяснять именно подробно потому что мой принцип в школе вообще программирование понятное всем и каждому это так действительно меня радует вообще наши ученики и участники вчера вот писал только статью хочу похвастаться чаще сейчас письма истории это переписка с группы вот участник сергей гришин это я вообще на тот вопрос когда стоит изучать программирование военный пенсионер со светлой головой имеет свой бизнес то есть грубо говоря времени 0 но где серёжа берет это время я не знаю тем не менее шаг за шагом он делает джанго и я понимаю его радость когда вот она страница вот она работает и он тут давал советы я спрашивал как он это делает как делаете уроки смотрю ваши уроки выполняю все как в среде так и на сервере выполняю домашние задания что важно иногда иду чуть дальше чем требуется домашние задания так домашним задание по формам по документации это вообще про джанго разобрался через формы а потом использовал метод order by что повторяете честно говоря повторяю по необходимости так чтобы вспомнить работу со срезами обращался не к урокам по python а к своим интеллект картам то есть человек создаёт интеллект карты к свои подсказки которые составил по всему курсу по питону это позволяет экономить время по при повторении если что-то нужно вспомнить по джанго обращаюсь к записям в лидер тасс которые веду по вашим рекомендациям по мере изучения джанго и ответьте на главный вопрос последовательность уделяете ли вы последовательности значения все делаю последовательно по плану по шагам хотя конечно иногда уроки хочется пропустить но сдерживаю себя вот смотрите коротко но понятно то есть почему у сергея получается можно легко ответить он не пробегается просто по урокам потом говорит вот у меня не получается 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 у всех он не игнорирует советы первое что он сделал заметьте он когда изучал python он составил интеллект карты они ему понятны и он взглянул по допустим те же срезы и вспомнил второе важные моменты по джанго методы он вот как я показывал лидер так так таск это ну все его знают лидер таск это как сохранение информации очень удобно и можно категории создать все что хочешь у меня тоже здесь куча разные фигни ну материала не фигни и я для себя тоже это сохраняю и всегда надо нашел и пошел ладно это я просто гордость берет вот насколько вот почему у людей получается это ответить вопрос ну а киви 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 классная вещь ребята но как я сказал нужен вот именно свой подход киви надо изучать вот так как мы изучаем кстати как я понял это единственная русскоязычная школа в рунете которая именно заложено подробное изучение да и мы пошли с нуля с установки потихонечку 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 и потихонечку пишем программу она будет продолжена потому что от киви я просто исчез сказать балдю ну балдею но я так выразился а то потом цепляются к словам люди ребят спасибо вам за доверие занимайтесь преуспевайте и школа бусуновского вот это программирование по моему понятное действительно всем и каждому мы 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 Продолжение следует...